Здравствуйте, дорогие друзья! Новый день, новые возможности, новые открытия, новые пути, которыми надо нам пройти. Либо проложить эти дороги для других. И то и другое важно, потому что если ты уже что-то прошел сам, делись. Делись щедро, есть эта возможность. Понятно, что именно те люди, которые сейчас проходят подобные вещи, они будут притягиваться к тебе. А те, которых это не волнует, оно пройдет мимо. Ничего страшного, по крайней мере, ты сделал то, что ты мог, и ты отдал свою часть, свою ценность кому-то. Безусловно, нам предлагает Иисус не бросать жемчугу перед свиньями. Но мы это делаем с учетом того, что подобное притягивает подобное. Поэтому если ты сегодня в числе ищущих и что-то нашел, то вокруг тебя тоже есть ищущие люди. И пусть они найдут то, что нашел ты, из твоих рук, смогут поесть каких-то божьих благословений и откровений. Поэтому мы с вами читаем дальше и просматриваем, что в жизни Давида происходит, когда он оказался в этой Адаламской пещере. Об этом узнают его родственники. Приходит к нему весь дом его отца, но также еще 400 человек или всего 400 человек, среди которых находятся такие люди, как мы уже с вами перечисляли, притесненные, должники, огорченные душой. Что это за люди? Притесненные. Значит, по сути внутренность их оказалась под давлением пресса какого-то. Может быть потому, что они не могли за себя постоять. Может потому, что попали в опалу, как мы уже говорили по отношению родственников, оказались вместе с Давидом. Когда Давид был в славе, им всем было хорошо. Когда Давид в опале, им плохо. Поэтому они могли быть числе притесненных. Другая категория огорченные, нет, должники. Другая категория должники. Значит, тоже вопрос таков, что если ты не отдашь то, чего пообещал, то люди продавали свои жизни и судьбы в рабство. И поэтому у них вариант тоже не особенно хорош. Если оставаться там, где они были, им надо платить по счетам, а значит, может быть и придется продаться в рабство. Поэтому еще одна категория, которая убегает и хочет быть рядом с теми, кто сильнее, кто может защитить. А слава о Давиде, она уже давно ходит по Израилю. И даже враги хорошо знали, что с Давидом лучше не связываться. И тут вдруг возможность с этим Давидом разобрать свои проблемы. Посмотрите, эта категория тоже оказалась здесь. И огорченные душой. Огорченные душой – это люди, которые могли быть под давлением обиды, могли быть под давлением определенных трудностей, под давлением, может быть, потерь каких-то и огорчены душой. Я бы сказала, что это все категории людей, которые не очень хороши для совместной деятельности. Вот все, что перечислено – это люди, которые с проблемами пришли к Давиду. Им бы свои проблемы решить за счет Давида. А у Давида есть необходимость выжить. И вот такое сочетание. И, может быть, сегодня ты ожидаешь людей рядом с собой, которые были бы для тебя благословением, а оказывается, подобного рода люди. Такие характеристики. И ты думаешь, Господь, я не этого у тебя просил. Мне бы что-то уже покрепче и уже устоявшееся, чтобы были рядом специалисты, чтобы были рядом люди, которые действительно меня поддержат и так далее. Я могу разделять твои желания, но в то же время вот здесь есть очень сильный урок, о чем мы уже поговорим в следующий раз. А сейчас я хочу, чтобы мы поблагодарили Бога за всех людей, которые оказались рядом с нами. Это все не случайные люди. Это все люди, которые смогут потом оказаться очень большим благословением и для тебя, и ты для них. Небесный Отец, я благодарю тебя за уроки в жизни Давида. Они продолжают учить нас. Эти уроки делают нас сильнее, когда мы на самом деле их не просто прочитываем, а когда мы вникаем в суть вещей и замечаем там тебя. И я благодарю тебя, Боже, что и здесь Давид, который говорил о твоих отчах, которые внимательно осматривают землю и видят сердце праведного, и род правых благословляется. Я благодарю тебя, что он сейчас знает, что его жизнь, она в твоем фокусе. И я благодарю тебя, что мы можем тоже, наблюдая за Давидом, проводить параллели в собственной судьбе, в собственной жизни. А что для нас это значит? И я благодарна тебе за твою заботу, за твою милость, за твою любовь и за каждого человека, кого ты давал на пути. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»